Я думаю, это то видео, которое не нуждается в вступлении, потому что я этого ждала последние три года. Мы слушаем альбом Taylor Swift, Lover. Я слышала только те песни, которые вышли Lover, Me, Archer и You Need To Come Down, песни, которые вышли до альбома. Я являюсь фанатом Taylor уже около восьми лет. Before it was cool. Before it became uncool and then became cool. Честно, когда вышла Me, я немножко испугалась. Это классная попсовая песня, но это не песня на годы и годы и годы, а вот Lover. Я уже вижу, как я буду танцевать на ее концерте под эту песню. Немножко, почему я была беспокоена своим будущим, когда вышла песня Me, потому что она не особо интересная и сложная по тексту, потому что Taylor умеет писать. Умеет писать очень красиво. Я еще не слушаю особый смысл песни, у меня на это будет следующие два года, но мне уже нравится именно стихотворность ее, если это настоящее слово. Мне очень нравится продакшн этой песни. Достаточно простой, здесь не очень много слоев. И это то, что как раз цепляет, и мне нравится, что она больше сосредотачивается как раз на словах. Мне нравится! У нас хорошее начало. Cruel Summer. Я не на 100% люблю мелодию, но мне очень нравятся, опять же, строчки. Почему я очень люблю песни Taylor? Потому что иногда я действительно... Бывали, кстати, такие случаи, что я вслушиваюсь строчки в течение действительно лет. Что я в течение нескольких лет могу слушать одну и ту же песню и находить какие-то новые значения для себя. По-другому слышать слова, в зависимости от того, в какой я период жизни, собственно, слушаю эти песни. Поэтому я считаю, что она очень крутой именно писатель, в первую очередь, песен. То есть для меня это не артист одного сезона. Lover. Когда я вслушиваюсь. Могу я просто сказать, что я не в восторге от обложки. Я считаю, что могло быть что-то настолько круче. Может быть, если бы Петра Коллинз сняла это. И мне совершенно не нравится линейка со Стеллой Маккартни. То есть это выглядит просто как мерч. То есть, скажем, я бы его, конечно, надела, потому что это мерч Taylor Swift. Но как коллаборация со Стеллой Маккартни... Lover пока моя самая любимая песня из него. The Man. Это песня, которую она написала с перспективы мужчины. Как бы выглядела ее жизнь, если бы она делала все то же самое, только была бы мужчиной. Мне очень нравится, что она сделала эту песню. Мне очень нравятся опять же слова. Мне очень нравится эта Taylor. Мне кажется, у нее получилось абсолютно гениально поженить 2019-й с 70-ми. Песня Archer. У нее всегда есть какого-то рода конструкция, которую поднимает по сцене и возит. Мне кажется, это та песня, которая будет в конструкции. Мне нравится, что эта песня... Все время по нарастанию идет. Мне очень нравятся слова, что все мои враги начинались как друзья. Мне кажется, это то, что по большинству из нас может сильнее всего ударить, что те, которые нас могут ранить сильнее всего, это те, которые нас знали лучше всего в какое-то время. Насколько вообще отличается все, что я сейчас слышу, от ми, от абсолютно... Окей, не бесполезной ми, я обожаю ми, очень люблю ми. Песня, которую я слушаю перед свиданиями всегда. Что, когда дело касается любовника, ты не найдешь такого, как я. Я всегда слушаю эту песню, но касательно, опять же, текста, это самая вот типичная поп-песня. А здесь история, история, которую хочется слушаться, которую хочется переслушивать. Самая большая разница между Lover и Reputation, которую я слышу сейчас, это... Reputation была очень контекстная. Это альбом, который был направлен на конкретных людей, на Ким Кардашин, на Канни Уэста. С некоторыми песнями было сложно себя ассоциировать, потому что, в отличие от всех остальных альбомов, он очень имел прямое направление, прямое обращение к конкретным людям. Здесь я такого не вижу. Я знаю, что этот альбом, по большей части, про Джо Уи Олвина, Джо Олвин, актера, парня, с которым встречается Тейлор. Но все равно, альбом, с которым можно ассоциироваться. Кто это продюсировал? Джек Антонов. Конечно. Они всегда используют самые интересные звуки. Я не помню, они же делали шейкеров или нет. Но когда они просто использовали какие-то простые звуки, находясь в студии, просто импровизируя. А, мне нравится! Miss Americana and the Heartbreaker. Первое впечатление мелодии просто... Пожалуй, это пока что последняя песня, которую я буду переслушивать сегодня. Но строчки... Это потрясающе! Следующего альбома ждать два года. Я не хочу все сегодня слушать. Cornelia Street. Эта песня слишком резонирует со мной. Она поет здесь про то, как она сняла квартиру на Cornelia Street, и что если они когда-то расстанутся, она никогда не сможет сходить по Cornelia Street again. И, мне кажется, каждый из нас может как-то идентифицироваться с этим. Любое место, которое у вас ассоциируется с человеком, и что если вы вдруг расстаете, перестаете общаться, вы избегаете этих мест. Я прям представляю, как они сидели в студии, сколько просто удовольствия, какой кайф получали от продюсирования этих песен. Просто опять же наблюдаю, я сейчас, собственно, у Валентины, и она здесь делает свою музыку. И я иногда просто сижу вот там на диване, работаю у себя за компьютером, и она здесь сидит, создает свою музыку. Комната наполняется счастьем. Счастьем от того, что человек делает, что он любит. То есть я сижу там, делаю, что я люблю, она здесь сидит, делает, что она любит. И она может там сделать четверть песней, показать мне какой-то звук или сэмпл, который она использовала, и как он просто преображает песни. В общем, я слышу это здесь. Что это за... Вау. Лондон-бой. Мы можем ездить на моем скутере, просто ездить в Лондон. Кто это? Чей-то голос? Мы друзья, да? Окей. Я сейчас тоже влюблена в парни из Лондона. Моя любимая песня, London Boy. Soon you'll get better, featuring Dixie Chicks. Будет ли она кантри? Кто соскучился по кантри-тейлор? Получайте. False God. Что? Кто? Сексофон? Пускай сексофон будет в туре, пожалуйста. Здесь все еще есть все то лучшее, за что мы любим Тейлор Свифт. Это ее строчки, это ее честность. Но появился вот этот новый эксперимент в звучании, который я не слышала ни в 1989, ни в Reputation. Альбомы, в которых она именно полностью ушла в поп и стала больше экспериментировать со звуком. Это я к тому, что это мой определенно самый любимый альбом. И мне нравится, что даже медленные песни, они все равно это песни, под которые хочется танцевать. You need to calm down. Песни, которые я слушаю каждый день, с тех пор, как она пришла. Тейлор получила столько критики за эту песню и за то, что людям, люди никогда не будут счастливы. Она получила столько критики, что якобы ты не представитель ЛГБТ, зачем ты сюда идешь? Нам не интересно, что думает Тейлор Свифт о правах ЛГБТ комьюнити. Я не рада, что Тейла счастлива. МИ. Я люблю МИ. Я люблю МИ. Люблю, люблю. It's hard to have a friend. It's nice. It's nice to have a friend. School bell rings, walk me home, sidewalk chalk, covered in... Мне нравятся звуки колокольчиков. Где мы в церкви? Это очень красивая песня. Она мне в самом конце напомнила Fleet Foxes, по-моему, называется. Мне не терпится услышать это все в туле. Окей, последняя песня, Daylight. Мне кажется, это лучший альбом с точки зрения текста. Hey, hello, hey, hello. Нет, только я. I can see you, hey, hello. Я хотела сказать, что мне было интересно, как закончится этот альбом, потому что очень важно, как альбом заканчивается. Подождите. Окей, у меня было предположение, что последние 13 секунд будут полностью в тишине. Может, последние 7 секунд полностью в тишине. Итак, альбом заканчивается строчками, что ты — это то, что ты любишь. И я говорю этому аминь. Подписываюсь, ухожу, прощаюсь с вами. Увидимся с этим видео, надеюсь, через 2 года. Надеюсь, через 2 месяца, но, скорее всего, через 2 года. Это определенно самый мой любимый альбом. У меня не было такой реакции с Reputation. Он абсолютно другой. И так как я слежу за карьерой, за жизнью Тейлор. Последние 8 лет видно, что для нее это чистый лист, потому что все предыдущие альбомы ей не принадлежат уже. Это первый альбом, который 100% принадлежит ей. Я ее люблю. Я люблю ее песню. И мне нравится, что она закончила альбом словами, что ты то, что ты любишь. London Boy и Paper Rings — это то, что я буду сегодня слушать. Весь день. Напишите, какая у вас любимая песня из альбома. Пойдете ли вы на концерт, Тейлор? Чего бы вам это ни стоило? Помните, что вы то, что вы любите. Я люблю вас.